Не дьявол установил правило наказания за грех смерти. Понятно, да? И поэтому он получил власть над человеком на основании этого правила, которое было установлено на Бога. Он получил власть, но... Человек, который встал на этот путь, разделит участь с дьяволом. Еще раз. Человек, вставший на этот путь, разделит участь с дьяволом. Не будет картинки, где люди мучаются, а бесы их мучают. Подчинен этим правилам. Еще раз. Многие имеют в голове свою такую картинку. Люди в котлах варятся, бесы радуются им там хорошо, а всем людям плохо. Я понятно выражаюсь? То есть люди представляют себе, что они попадают туда, бесам хорошо, им плохо. Не-не-не, там всем плохо. Там будет плохо всем. Гайки-сим. Бесам будет так же плохо, как и людям. Это местное наказание для всех, кто согрешил. Это понятно? А там написано, отдаст на наказание мучитель. А кто такие мучители? Тех, кто туда попадет, те пускай и переживают. У вас это сильно беспокоит? У вас это сильно беспокоит? Я когда-то разговаривал с одной свидетельницей. Я был молодым, горячим, не сдержанным. И вот она меня донимала вопросом за 144 тысячи, за то, что там будет. Я долго терпел, мучился в своей праведной душе, как я думал. А потом я ей говорю, какая вам разница? У вас там все равно не будет. Она крепко на меня обиделась. Ему же не хотела разговаривать. Какая разница, кто там будет мучать кого? Тот, кто будет мучать, тоже будет мучиться. Так понятно? Там им всем будет плохо. Там никому хорошо не будет. Поэтому, мои хорошие, я хотел пока, чтобы была понятна мысль, что конструкция абсолютно справедливая. Есть тот, кто кому-то принадлежит. Есть тот, кто покупает. И вроде как бы выходит, что сделка совершается у Бога с дьявола. Ну, типа. Ну, понятно, да? Ну, как бы логика вещей очень простая. Я не возражаю. Давайте не будем сейчас обсуждать проповеди, которые, к примеру, я не слышу. Вы хотите, чтобы мы поиграли в испорченный телефон и обсуждали проповедь, которую вы слышали, и передавали мне ее, а я... Ну, зачем? Вы можете ошибаться по этому вопросу? По какому? Я не возражаю, пожалуйста. Конечно, могу. Конечно, могу. Пока где вы видите ошибку просто? Еще раз, только медленно. Есть правило. Есть такое правило? Есть понимание, которое открывается нам в Танахе под названием... Есть правило, которое говорит нам об искупительной жертве, о жертве, которую искупают, или заместительной жертве. Заместительная жертва была отражена в жертве за грех? Да. Хорошо. Она была отражена в козле отпущения? Да. Она была отражена в козле, которому выпадал жребий. Она была отражена в жертве всесожжения. Да. Окей. То есть, эта идея понятна? Да. Когда мы смотрим, когда мы смотрим, вот сюда. Наказание за грех. Какой? Жизнь вечная во Христе Иисусе. Верующий в него не увидит... А? Меня просто интересует. Чисто по-человечески. Мне интересно. А где про дерево написано? Ну, написано там листик. А я понял. Там. Это хорошее место. Хорошее место. Там, говорит, написано. Один мужик, когда ко мне пришел, он говорит, слушай. Говорит, написано. Своя рубаха ближе к телу. Я говорю, класс, а где? Говорит, ну, это не в Библии. Хорошо. Вопрос по-другому. Дерево где будет расти? Ну, то, которое лист, там, все дела. И здорово будет. И здорово сразу. Где расти будет? На небе? Не, еще раз. Оно на небе будет расти? Не, не, не. Хорошо. Кажется, не за что. Просто зачем? Мы же сейчас про другое. Мы про небо? Мы вообще про смерть, которую не увидим. Мы сейчас про другую концепцию. Наказание за грех смерть, дар Божий во Христе Иисусе. И верующий в Него не увидит смерти. Почему? Потому что он... Он искупил нас. Отчего он покупал? Он не у того покупал. Он искупал нас от наказания закона. Он выкупал нас, чтобы мы не были наказаны. Кем? Кем наказаны? Богом, который установил этот закон. Он же если он выкупал саму себя? Да. То есть, когда мы верующим, мы уже не под закон. Мы под благодатью. А закон помните где? Помните, да, где закон? Ну, все. Еще внимательно помним, где закон. Хорошо. В чем проблема? Да, что? Ну, теперь если все решать, не будет, не надо покупать. Следовательно, закон греха уже не работает. Да. Ну, так же там и написано. Ну, наказание. Некое наказание. Написано, что не остается больше жертвы за... Нету искупительной жертвы. Это для тех, кто произвольно. Это для всех, а не для тех, кто произвольно. А вы, мы сейчас про это говорим? Нету искупительной жертвы за... Нет, ну есть некая идея смешивать некоторые понятия в одну кучу. А потом пытаться в этой куче разобраться. Так лучше не надо. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Так будет проще. Концепт понятен? Теперь, мы говорим, что же получается, когда мы согрешаем? Да, у нас есть возможность восстановиться в праведности, восстановиться, очиститься. Все время хочу. Ничего не получается. Итак. Попробуем еще раз. Верующий с финайского закона. Грешил? Наступал момент осознания вины. Наступал? Что он должен был сделать? Я еще увижу движение за моей спиной. И быстрые повороты вперед. Я объясню, что у меня хорошо со зрением. И со слухом тоже. Объясню в доходчивой форме. Надо? Хорошо. Каялся. Покаяние. Шува. Шува приносит что у нас? Что приносит шува? Результат шувы. Спасибо. Прощение. Второй результат. Там мы вспоминали сегодня. Не-не-не. Я знаю, кого я спрашиваю. Что еще там происходит? О, спасибо. Грех. Грязь. Грязь происходит. Осквернение. Нечистота. Есть такая буква в нашем алфавите? Что нам нужно? Очиститься. Нужна. Нужна. Но это параллельный процесс. Он имеет несколько результатов. Грех он имеет несколько результатов. Первое. Чувство вины. Имеет? Суд за совершенный грех. Мы нуждаемся в чем? Прощение. Чтобы нас простили. Прощение по своей сути штука несправедливая. Еще раз. Грех приносит чувство вины или суда и требует покаяния или тшвы для получения прощения. Грех, суд, покаяние, прощение. Понятно? С другой стороны. Следующим результатом греха является осквернение. Нужна жертва, которая очистит. Что же? Для чего? Для того, чтобы быть чистым. Да, безусловно. Чтобы приблизиться к Богу. Все это этапы приближения к Богу. Восстановление отношений с Богом. Мы говорили об этом раньше. Еще раз. Все это надо, если вы собираетесь идти к Богу. Если вы не собираетесь идти к Богу, то вам это не надо. Вам это не грозит все. То есть, процесс ради процесса лишен всякого смысла. Мы достаточно подробно говорили на эту тему, объясняя, что жертва ради жертвы лишена смысла, если не приводит к общению с Богом. Соблюдение кашрута. Ради кашрута происходит, а не ради приближения к Богу. Еще раз. Мы делаем что-то ради какой-то цели, а не ради того, чтобы это делать. Здесь получается, что мы делаем ради делания, а не ради достижения цели. То, для чего оно давалось, оно давалось, как этапы приближения к Богу. Понятно, да? Окей. Итак, нечистота жертвы. Здесь все понятно. И был еще процесс под названием искупление. Причем, человек не мог себя искупить. Писание говорит, что искупитель Израиля. Бог, он является искупителем Израиля. Бог тот, кто купил себе Израиля. В конечном итоге, он искупитель. В Новом Завете он искупитель. Не я искупитель путем достижения определенных правил. А я исполняю правила, которые мне дал мой искупитель. Не я себя искупил, потому что я выполнил правила. А он меня искупил и сказал, что мне делать. Разницу чувствуете? Потому что может возникнуть идея, что я должен заплатить некую цену, и тогда я буду искуплен. Нет. Он заплатил цену, он меня искупил, и теперь он дал мне правила, которым я должен следовать. В данном случае приближаться к нему. Здесь все понятно? Отчего он меня искупает? От наказания. Которое мне принадлежит по закону, утвержденным Всевышним. Наказание за грех – смерть. Понятно теперь? Понятно теперь? Что? Ну? Ну? А, окей. Так? Да. Тут пропущено. В этой части пропущено. Извините. Не пробую. Да, да. В сайте смерть. Он учреждает, имея право, потому что он искупил. Не ты себя искупаешь. Извини меня. Для кого? Для меня. Пока ты живой здесь. Какое из этих действий тебя интересует? Мы сейчас о чем? Вот это о чем было только что? Сережа, если можно, пожалуйста, давайте сейчас не будем разговаривать друг с другом. Еще раз. Я задам вопрос. Вот это о чем сейчас было все? О каком завете? О Синаевском завете. А потом мы сказали об искупительной зерче. Ну да, там написано смерть, искупление. Я в какой-то части перешел к Новому завету? Да. Когда такое произошло? Да. Ты тут все уже понял? По искупительной зерче вопрос. Какой? Ну, какая искупительная зерча в Синаевском завете? Я понял. Мы сверху написали. Грех, вина, шва, прощение. Там была штука под названием заместительная жертва. Это заместительная жертва. Заместительная жертва. Она искупала от определенного вида греха. Да? И в данном случае центральной, центральной жертвой являлась жертва наем кипу. Которая приносила за весьма специфический вид греха, грехи, неведения. Заместительная жертва. Это понятно? Это понятно? Платить не платить. Понятно, да? Важная часть, с которой мы стартанули, что логика, она определяет простую вещь. Простую вещь. Как мы ее понимаем? Есть предмет и есть владелец. Да? И тогда, если платит цену, то платит как бы владельцу. И тогда получается картина, при которой владелец дьявол, а Бог выкупает у дьявола. Это, если следовать, вот той логике, с которой мы с тобой начинали. Что если смотреть таким образом, что мы стали рабами греху, а следовательно, мы стали рабами дьявола. Следовательно, если нас захотели купить, то у кого нас покупали? Владельца. Следовательно, у нас покупали у дьявола. Ну, если это так, то Иисус Христос заплатил цену, тяу, он совершил с ним сделку. Ну, крыша едет не спеша. У Христа сделка с дьяволом. Ну, вообще, звучит шикарно, я бы сказал. То есть, по сути, пролестно. Ну, да. И здесь возникает масса вопросов. Масса вопросов. А? Потом спросите у него, что это значит. Итак. Если мы уходим от этого концепта и говорим, что нас надо искупить от смерти, наказание за грех, смерть, и нас надо искупить не у кого-то, а от чего-то, этот концепт разрушается. Потому что в данном случае нету правообладателя, есть последствия, которые могут наступить. Понятно, да? Сменился просто концепт сам по себе, по сути своей. Нас нужно искупить не у кого-то, а искупить от чего-то. Тогда не появляется третья сторона сделки. Точнее, вторая сторона сделки. Понятно, о чем идет речь? И тогда все становится и в этом контексте. Образец, который мыл, согрешил. Есть чувство суда, чувство вины. Нужно тшува, покаяние, получение, прощение. С другой стороны, осквернение, нечистота, нужно очищение. С третьей, нужна искупительная жертва или заместительная жертва. Все понятно? В этой системе была одна проблема, что мы не могли приношениями, жертвами соделать себя совершенных совестей. То есть, мы все равно не достигали совершенства. И закон, данный с явствами, питьями, касаемыми до плоти, посланник евреям, не делал нас совершенными в совести, внутри. Он был внешний. Тот закон был внешний. И он касался внешней части жизни человека. Отделение было внешним. Исполнение было внешним. Единственная часть, которая касалась внутренности, это была часть невоживая, пожалуй. Все остальные заповеди были поведенческого характера. Что, что, что? Мечты, мечты, в чем ваша сладость, надежду юношей питают, отраду старцам подают. Все, этот пояс уже ушел, вы в него не успели. Итак, вся часть была внешней. И мы говорили о том с вами, когда, по-моему, мы разбирали вопрос заветов, о том, что внешняя часть, зя-незя, свойственна определенному возрасту. И этот возраст – детство. Но родители не заинтересованы, чтобы их дети находились вечно в детстве. Как бы это хорошо, классно. Это приятное воспоминание. Я, когда смотрю на своего старшего сына, очень хочется, чтобы он опять был маленький. Очень хочется. Он был такой прикольный. Но очень умный. Я помню, мы как-то на даче жена испекла именинный пирог. Ну, что, положено пирог, свечки, там, все дела. А ему было года три. Но он говорил сложно подчиненными предложениями уже тогда. И вот мы сели за стол. Ему мама отрезала пирог. Мне, соответственно, тоже пирога кусочек достался. Но я как-то был побольше, быстро сву съел. А потом ему говорю, «Леха, жвачка стим ров. Устойчивый, неповторимый вкус. Меняем на пирог». Он посмотрел на меня, на жвачку, говорит, «Да». И мы поменялись. Ну, я сижу, трескаю пирог, он жует жвачку. И начинаете что-то догадываться. Ну, наворачивается, скупая мужская слеза. Мама ему, естественно, еще кусочек пирога. И я ему говорю, «Леха, жвачка стим ров». Он говорит, «Нет». И я начинаю ему разные варианты предлагать. Сделки. Он на меня так постарал, послушал. Один, второй, третий, четвертый. Потом он говорит, «Папа, все, что ты хочешь предложить мне, оставь себе. Пирог я съем сам». Ну, как-то хочется. Сейчас заходит мужик. Волосатый, бородатый, выше меня. И понимаю, что со стим роллом вообще ничего не пройдет. И вот, ну, как-то хочется, чтобы опять стим ролл. Да, ну, как-то все равно я понимал, что вот моя цель, чтобы вот этот мужик, ну, он состоялся в этой жизни, там, женился, семья, дети как-то. Ну, и вот тогда нормально. И что зя-нельзя, которые были в его возрасте, они хороши были до определенного момента, а потом нужно научить его жить, пользуясь некоими принципами. Тогда он приобретает самостоятельность. Потому что правила, они не в состоянии описать все ситуации. А принцип в состоянии это сделать. Но вы не сможете понять принцип, перешагнув через правила. Поэтому в детстве даются правила, которые научают или должны научить принципы. Если вы живете в системе правил, то вы всегда будете зависеть от того, кто эти правила устанавливает или объясняет. Духовный наставник или лидер должен вас познакомить с правилами и потом показать и научить вас принципам. Потому что если вы будете жить в системе правил, то вы всегда будете зависеть от своего духовного наставника. Это неправильно. Он должен вас научить принципам. Слово Божьего. Показав их через правила, данные в слове Божьем. Понятно, да? Тут все понятно? Что нет? Что не слава Богу? Нет, правила и принципы. Просто как различить слов. Где правила, где принципы. Как различить? Окей. Пожалуйста. Мама тебя в детстве чему-то учила? Она тебя варила, не трогая утюг? А почему она так говорила? То есть, чтобы ты не прикладывал это к разным частям своего тела. Интересно. Тебя не буду спрашивать. Ладно, спрашиваю, чтобы ты не обиделся. Мама тебе в детстве говорила, что спички не трогай. А она чем пользовалась? Принципом каким-то? Когда она устанавливала правила? Ну, что мама имела в виду, когда говорила, спички не трогай? Да, именно это, да. Чтобы ты ничего не натворил. Правильно? Извини меня, пожалуйста. А сейчас ты спички берешь в руки? Маму не слушаешься? Нет. А ты утюг тоже не берешь в руки до сих пор? Тоже маму не слушаешься? Мама руководствовалась каким принципом? Чтобы ты себе? А твоя мама? Ну, тоже, чтобы я не наделал. Ты уже вырос? Да. Уже не наделаешь? Не надеюсь. Спичками или утюгом. Но это у тебя. То есть, ты будешь руководствоваться теперь принципом не навредить. Утюгом можно пользоваться. Не надо. Но прикладывать его к частям разным тела по-прежнему нельзя. Ты это понял? Да. Так принцип был в том, чтобы ты утюг не трогал, или в том, чтобы ты себе не навредил. Для того, чтобы ты себе не навредил, тебе дали правила. И научаясь исправила, ты понял принцип. Если бы у тебя в доме не было газовой плиты, тебе бы дали другое правило, чтобы ты не трогал электрическую плиту. Правило было бы другое. А принцип тот же. И родители, издавая свои правила, пользуются одним принципом. Когда ты смотришь в Слове Божьем, Слово Божье открывает два величайших принципа. Возлюби Бога всей силой, всей крепостью и разумением. И возлюби ближнего. Читаешь заповедь, увидь в ней один из двух принципов. Все. Читаешь заповедь, увидь один из двух принципов. Все понятно? Потому что все заповеди раскрывают один из этих двух принципов. Либо как ты должен любить Бога, либо как ты должен любить ближнего. Все. Если ты смотришь в заповедь и не видишь этого, то ты не понимаешь, для чего она нужна. И тогда ты исполняешь эту заповедь. Ну, в общем-то, и правильно делаешь. Сначала исполнишь, потом поймешь. То есть, если ты не понимаешь, это не освобождает тебя от исполнения. Исполняй на здоровье. Но стремись все равно понять принцип. Все понятно? Все стало. Спасибо. Видишь, как хорошо не смущаться и задавать вопросы. Я думаю, что всем остальным тоже стало понятнее. Хотя они не спрашивали. Окей? Здесь понятно? Мои хорошие, когда мы смотрим на исход, мы можем увидеть искупительную жертву, которую Бог просит принести за первенцем сынов Израиля. И на первый взгляд, безусловно, безусловно, никоим образом не сочетается ягненок, никоим образом не сочетается смерть ягненка с жизнью первенцев. Ну, какая связь? Есть какая-то связь? Ну, послушайте, понятно, что слова одинаковые. Смерть и смерть. Это не вопрос. Окей. Если я убью муху, что это значит? Ну, хорошо. А для меня что это значит? Кайф. Я согласен. Если я курицу зарезал, что это значит для меня? Ну, кроме того, что я ее съем. Какая связь? Послушайте, будьте нормальными людьми. Это непонятно. Есть такие постановления, называются хуки. хуки. Сделать можно, понять нельзя. Сделать можно, понять нельзя. Ну, не понимаю. Я не понимаю. В общем-то, этими вопросами мучились достаточно большое количество людей. И Ханай Бензака говорил, послушайте, ребята, приказнамение к мертвому не очищают, не скверняют, пепел выражительницы не освещают. Говорит, слушайте, я вообще должен это делать. Почему? Ну, он так сказал. Я не знаю, но он так сказал. Ему лучше известно. Делай вот так. То есть, я не понимаю этого принципа. Ну, а делать я должен. Если бы Моисея попросили объяснить, каким образом вот это, вот это связано с тем, что произойдет дальше, если вы не сделаете, короче, могут умереть. То есть, почти наверняка. Так и случится. Лучше вам это сделать. Но можно рискнуть, если не страшно. Не важно, что я могу объяснить, важно, что вы должны сделать. Он сказал, и вы должны сделать. Ребята, не важно, понимаете вы это или нет. Вам говорят, вам нужно покаяться. примириться с Богом. Я не понял, о чем ты вообще говоришь. Ну, ребята, короче, если вы этого не сделаете, умрете. Все, ну, как бы нормально. Если вы этого не сделаете, если вы не решите вопросы с ним, то умрете. Я не понимаю. Чуть позже поймешь, но будет поздно. Понятно, о чем я говорю? Да, безусловно. Хорошо, если вы обладаете неким ораторским искусством, логикой, но до конца мы не можем понять глубины его искупительной жертвы. Мы можем только ее принять и поверить. У нас нету другого способа. Мы можем ее принять, поверить, и тогда она совершит свою работу в нашей жизни. Все исходит от нашей веры и принятия. Иначе не работает. Можете объяснить, как это? Я не знаю. Но он так сказал. И поэтому нет у нас шанса делать так, как мы это понимаем. И когда мне говорят, главное, чтобы Бог был в душе, я говорю, если вы ему сможете объяснить, что это главное, то, наверное, да. Во всех остальных случаях вам придется прислушаться к тому, что он считает главным. Понятно? Главное для кого? Для него? Ну, окей. Сможете ему объяснить, что для него главное? Тогда считается. Но если не сможете, то извините. О, по-моему, кому-то решили позвонить. Ну, ничего страшного. Мы же помним, что это можно делать, только, в общем-то, учитывать некоторые подробности. Окей. Все понятно здесь? Стало как-то на места все. Да? Ну, и завтра, я надеюсь, мы придем все-таки к искупительной жертве Нового Завета и посмотрим несколько на части искупления уже в Новом Завете. мы по-пластунски выползаем из исхода. Хотя нам еще можно было бы тут немножко побыть, но все-таки завтра пятница, и я надеюсь, что мы поговорим об искуплении в Новом Завете. Потому что Новый Завет невероятно много говорит об искуплении, в отличие от того, что говорит нам Синайский Завет. Если вы посмотрите слово искупление, насколько оно часто используется в Танахе, и насколько оно часто используется в Брит-Хадаша, я думаю, что вы будете удивлены. Угу? Угу?